У каждого был свой взгляд, у каждого было свое видение. И человек, известный как плебейский реформатор, его звали Томас Мюнцер. Томас Мюнцер. Вождь немецкой плебейской реформации. Томас Мюнцер. Вождь немецкой плебейской реформации. Родился в 1490 году. Город Штольберг. Родился в 1490 году в городе Штольберг. Что-что? Умер с немецкой реформации. Умер не сам, не самостоятельно, ему помогли. Умер в 1525. Умер в 1525. Родился в город Штольберг. Это Мюнцер его звали. Похоже на Мюнхен, но... По слухам, ну как он родился в богатой и уважаемой семье чеканщика монет. Учился в Лейпцигском университете. Занимался философией, теологией, медициной. Стал магистром. И у него были способности к изучению различных предметов. Он был блестящим учеником. Но, тем не менее, его всегда больше привлекала теология. Мало того, не университетская кафедра. Уже тогда, когда еще реформации не было, его привлекали путешествия, скитания и проповедь беднякам. Он ходил и проповедовал беднякам. Его потребности личные были очень низкими. Он так... Мало денег ему нужно было на еду, на одежду. Он был очень скромным человеком. Простой пищей пользовался. В одежде вообще был скромным. Все свои деньги он тратил на книги. И всегда должен был книготорговцем. Вот это единственная роскошь, которую он себе позволял. Он был бедным человеком, хотя из богатой семьи. И он экономил так, что ему приходилось писать на краях книг других и так далее, делать пометки. То есть у него не было возможности даже финансовой что-то свободно себе приобретать. Его радикальные революционные взгляды еще в юности были видны, будучи молодым человеком. Он основал такое тайное общество, где хотел совершить с помощью которого террористический акт против одного из архиепископов. Заговор раскрылся. Он бежал. Его не поймали, слава богу. Через время он отправляется в Виттенберг, где встречается с Лютером, беседует с ним. И он очень понравился Лютеру. И Лютер выхлопотал ему место священника в одном из приходов. Смотрел он на реформацию иначе, чем Лютер. Он думал, что одной реформации церкви ничего не изменить. Нужна реформация общества. Он проповедовал так, что городская беднота собиралась, приходила на его проповеди, ловила каждое слово. Он выступал против за изменения общества вообще. Он выступал против господ. Он выступал против богатых. Он был такой христианский, скажем так, революционер. Причем грехопадение Адама он видел не в том, что тот не послушался Бога, а в том, что тот предпочел частные интересы в ущерб общему, как бы такому, общественному развитию. То есть, ну, такие социальные моменты в его понимании Писания были. Хорошо. Хорошо. Он не был женат и не собирался жениться. Интересно, в то время многие верили так, что Господь сотворил человека, а потом устранился от руководства человека. Отдал Писание, и Писание руководит жизнью человека. Ну, и да, мы верим, что Библия руководит нашими жизнями, сто процентов. Но он верил в близкие отношения Бога с человеком, в том, что Бог может руководить человеком и сегодня. И в это мы верим тоже. Но минус его был в том, что он предпочитал якобы откровение Бога вообще священному Писанию. Да, он говорил, что что это пергаментная Библия? Это лишь прообраз. Настоящая Библия находится в наших сердцах. И позволь Господу острым плугом своего откровения вспахать твое сердце и говорить в твое сердце. Причем перед Библией он трепетно, как Мартин Лютер, не испытывал. И толковал Писание, как хотел, короче. Мог цитировать пророков и вкладывать в их хвиста слова, которые они вообще не говорили. И в Библии об этом не написано. Что-то придумывал от себя. Я раз перекраивал Писание так, чтобы свое учение и свои мысли донести. И, конечно же, это была одна из самых серьезных проблем Мюнцера. Он говорил о Библии как просто о слове, о букве, которая убивает. Но вот есть общение с Духом, который может животворить. Когда возникла крестьянская война, он сказал, о, это апокалипсис. Это суд Божий над всеми богатыми, короче. И он сказал, что Антихрист будет свержен руками людей, которыми владеет Дух Святой. И в конечном итоге он стал в открытую призывать к революции, печатать брошюры, труды свои. Конечно же, он был преследуемый, гоним. Закрывали его типографию, сжигали. Когда Лютер поддержал не крестьян, а дворян, он написал панфлет в ответ Лютеру, где обличал его, ругал всячески и назвал его даже Виттенбергским Папой. То есть Папой, ну как бы над протестантами, что еще один Папа возник. Хорошо. Что он требовал? Сначала, как минимум, отмена налогов, поборов, изгнание попов. Проповедовал он горячо и жарко. После его проповеди люди бросались крушить церкви, монастыри, кидали иконы в грязь, сжигали часовни. И даже, в конце концов, в общем, случилось так. Это 1525 год. 1525 год. Что собралось ополчение вокруг него, вооруженное крестьянское ополчение, около 30 тысяч человек. 1525 год. Вокруг него собралось ополчение, около 30 тысяч человек. Возглавил ополчение, вооруженное, 30 тысяч человек. Призывал к евангельскому правлению в стране и в городе. Управлял несколькими небольшими немецкими городами, которые они захватили. И уже в открытую призывал простолюдинов к истреблению господ. Жгли монастыри и замки. Сначала знать... Это в Терюнге и все происходило. Сначала знать растерялось. Но потом собрали войско, чтобы начать успешную войну против восставших. Тем более, восставших было не так много. В том же году, в 1525, о котором я уже говорил, состоялась решающая битва. И, допустим, из 8 тысяч участвующих в битве, 5 тысяч восставших погибло. То есть серьезная была резня. Сам Мюнстер, раненый в голову, со своими несколькими последователями попал в плен. Его жестоко пытали, стараясь, чтобы он отрекся от своих убеждений еретических. Неизвестно, добились они своей цели, не добились. В конце концов, его обезглавили. И с ним казнили 25 основных зачинщиков восстания. Вот так вот одно из лица реформации, один из участников реформации. Томас Мюнстер. Пойдем дальше. Мы будем рассматривать так, реформацию в лицах, наверное, сейчас немножко. Следующий известный реформатор, о котором, к сожалению, не так много говорят, хотя его заслуги перед Европой в реформации серьезны. Это человек по имени Ульрих Цвингли, швейцарский реформатор. Ульрих Цвингли. Швейцарский реформатор. Ульрих Цвингли. Швейцарский реформатор. Ульрих Цвингли. Родился в 1484. Родился в 1484. В горной деревеньке такой. Семья была не бедная, богатая, уважаемая среди жителей гор. У них было большое количество скота. Его отец считался одним из самых богатых людей. Учился в городе Базили, в школе святого Теодора. Научился латинской грамматики, церковной музыки, диалектики. В Базили учился в школе святого Теодора. Потом изучал древние языки. Затем два года учился в Берне, столице Швейцарии. Интересно, что за это время, за два года обучения в Берне, он научился играть на всех существующих тогда музыкальных инструментах. Это феномен какой-то вообще. Может, да? Дудка и балалайка, да? Я понял. Нет, думаю, что все-таки не так мало. Потом получает степень магистра свободных искусств. И получает место приходского священника. Получает место приходского священника. В течение 10 лет он очень добросовестно исполняет свою роль. Причем его паства была разбросана по целому району. И он ездит, причастие проводит, собрания проводит. И не просто. На самом деле он был пастырем. Знаете, у него были личные взаимоотношения с людьми. Он лично поддерживал людей. Потом участвовал как капеллан, как полковой священник в нескольких походах на Италию. Тогда была война с Италией. Вернулся и стал проповедником в одном из монастырей. Именно там, в монастыре, он получил доступ к богатой библиотеке монастыря. И читал там труды Оригена, Амвросии, Иронима, других отцов церкви. И в оригинале читал Новый Завет. Вот тут-то, когда он начал читать в оригинале Новый Завет, в нем стали появляться убеждения о несостоятельности католической веры. Он развивался, скажем так, параллельно с Лютером, и они вначале даже не пересекались. Время такое было, когда Господь возбудил умы, сделал для некоторых людей доступным Новый Завет, и не соприкасаясь друг с другом, они одновременно стали получать откровение о спасении по вере, о реформации церкви. И самое интересное, что ни один из них не хотел выходить из церкви или раскалывать церковь. Все хотели реформировать. Но потом были вытеснены, скажем так. И он был хорошим оратором, хорошим проповедником, богомольцем хорошим, вел горячие молитвы. Конечно же, это привлекало людей, очень многие стали приходить к нему. И тогда он вдруг начинает учить о том, что только Христос может быть посредником между Богом и людьми, и никто из людей. И я процитирую. Допустим, он говорил прихожанам следующее. Перестаньте верить, что Бог присутствует в этом храме предпочтительнее, чем в другом месте. В каком бы уголке земли вы ни жили, Бог всегда находится вблизи нас. Он слушает вас, если ваша молитва заслуживает быть услышанной. Ни бесплодные обеты, ни далекие паломничества, ни дары, предназначенные для украшения мертвых изображений, не привлекут на вас благодати Божией. Сопротивляйтесь искушению, побеждайте свои греховные желания. Избегайте несправедливости, поддерживайте несчастных и утешайте удрученных. Только такими делами вы будете угодны Богу. В 1518 году занимает место проповедника в Цюрихском кафедральном соборе. В Цюрихе. 1518 год занимает место проповедника в Цюрихском кафедральном соборе. На следующий год начинается эпидемия чумы по Европе. И, конечно же, она захватывает Швейцарию. И в то время, когда многие священники и богатые люди просто бежали из страны, чтобы избежать заражения, он оставался со своей паствой. Встречал больных, молился за них, поддерживал их. И, конечно же, это вызывало еще больше уважения народа. Мало того, он сам заболел, но удивительно выжил. Это тогда было сложно бороться с чем-то, но выжил. Это вообще подняло его статус в глазах людей. Он считался как бы народным героем таким, знаете, который не бросил паству, сам заболел, потом выздоровел и так далее. Хорошо. И в 1522 году он начинает радикальную реформацию. В 1522 году начинает радикальную реформацию. Он читает тезисы Лютера, это тоже производит на него впечатление. Отменяет посты, разрешает в посты кушать до этого запрещенную пищу. Отделяется там от константского испископа, под которым он находился. Призывает монахи и немонахов выходить из монастырей и вступать в брак, кто хочет. И многие последовали этому указу. Приказывает из церквей вынести иконы, со стен стереть фрески. Мощи святых, наконец-то, похоронить. Ну, интересно, правда, что он запрещает органную музыку и колокольный звон по умершим, понятно. Органную музыку. Интересно, что некоторые реформаторы на самом деле выступали против органной музыки. В ней ничего плохого как бы нет самой по себе. Но для них, видно, это была такая ассоциация с католицизмом, что они ее просто уже считали частью неотъемливой католицизма, поэтому отменяли. Опять, богослужение также было сведено к проповеди и пению псалмов. И всем желающим разрешали причащаться и вином, и хлебом. Дело в том, что в католицизме причащаются только хлебом, прошу прощения. Вино причащаются только священники, паства нет. Здесь же он сделал это доступным для всех, слава богу. Что еще? Он строил школы, боролся безграмотностью, преобразовал институты, приглашал хороших учителей за хорошие деньги, сам следил за ходом обучения и следил за подготовкой учителей и проповедников библейских. Это тоже очень важная вещь. Знал хорошо священное писание, знал латынь, еврейский и греческий. Сам изучал писание, естественно. Приглашал лучших профессоров из Швейцарии и Германии. Сам читал лекции по теологии. И, конечно же, в то время Цюрих становится центром немецкой реформации и центром просвещения для Германии в тот момент. С Лютером он расходится в следующих вещах. То, что касается причастия. Цвингли верил, что причастие – это воспоминание о жертве Господа Иисуса Христа, и это символы. Он не верил в то, как Лютер, как католики верили, что в момент причастия хлеб становится телом, а кровь – вином. Это была основная вещь, из-за которого он с Лютером разошлись. В конце концов, они как бы с Лютером разошлись, сохраняя на расстоянии определенное уважение, но, тем не менее, не будучи согласны друг с другом в учении. Интересно, что и сегодня Швейцария поделена на католические кантоны и протестантские. Швейцария – это конфедерация. То есть на основе независимости они существуют вместе. И интересно, что охрана у Папы Римского – это швейцарцы. До сих пор, знаете, такие люди в шляпах, в шортах таких надувных красивых стоят. Они все швейцарцы. Интересно, что католические швейцарцы были одними из самых преданных поборников католицизма в то время, ревностных таких, воевали с протестантами. И до сих пор именно из них набирают поддержку или охрану для Папы Римского. И тогда было разделение в Швейцарии на католиков и протестантов. И, естественно, в конце концов это привело к войне и вооруженному конфликту. И в 1531 году вспыхнула война между протестантами и католиками Швейцарии. 1531 год. 1531 год. Военное превосходство было на стороне католиков. Протестанты потерпели поражение в этой войне. Но потом все равно сохранили свои права. Сегодня в Швейцарии много протестантов. Но тем не менее, тогда бой был не в их пользу. Интересно, что Цвингли не остался просто в соборе молиться за всех, а был вместе со всеми на поле боя. Он был ранен, пролежал всю ночь раненым на земле. А потом католические солдаты с целью мародерства, то есть грабежа, пошли поле обходить, проверяли, кто живой, кто мертвый. И не узнав, что это Цвингли, один из солдатов добивает его. Потом наутро его находят уже мертвым католики. Цвингли узнают своего врага и то, что они делают. Они сжигают его тело, внимание, сжигают труп свиньи, смешивают этот пепел тела Цвингли и пепел тела свиньи и пускают по ветру. Типа вот как надругались над реформатором. И сегодня до сих пор в некоторых странах Европы существует церковь, которая названа Цингвилианской. Это реформатская церковь. Цингвилианская основана Уллерихом. Хорошо, мы пойдем дальше. И тоже очень важное лицо в реформации – это Жан Кальвин. Человек по имени Жан Кальвин. Говорят, что он даже был более выдающимся богословом, чем Мартин Лютер. Хотя его роддеятельность уже на более позже время приходится. Жан Кальвин, Жан Кальвин, Жан Кальвин, француз, да. Жан Кальвин. Родился в 1509 году. В 1509 году. Родился в 1509 году. Его отец был простым бочером, бочки делал. Но постепенно приподнялся, смог добиться большего положения и стал секретарем при одном из епископов. Говорят, что Жан Кальвин с детства был нелюдимым мальчиком, который не любил играть, не любил общаться со сверстниками, не разделял их забавы. Такой был достаточно замкнутый человек, но хорошим учеником. В 1523 году едет получать образование в Париж. В 1523 год едет получать образование в Париж. Ведет тихую жизнь. Товарищи по учебе его не любили. Молодые люди, студенты учатся, гульба, да, как бы веселятся, радуются. А он обличал их поведение, обличал их развлечения и был таким строго морально-религиозным, что ли, человеком. Поэтому с ним не общались, его не особенно любили, конечно же. В конце концов, отец добивается, он заканчивает образование, получает образование. Отец добивается для него места в приходе, как проповедника. Епископ, видно, помог, тот, у которого он был секретарем. И когда ему было еще 18 лет, Кальвину, он впервые выступает в роли проповедника. Через время, это уже было время реформации, реформация чувствовалась в воздухе. У его отца тоже портятся с церковью отношения. А он такой был послушный, чтобы папа говорил, пока папа был жив, то и делал. Папа портится отношения с церковью, он говорит, короче, бросай ты эту проповедь, будешь юристом. И он так и сделал, по научению папы, бросил богословие, занялся юриспруденцией. Но позже, когда его отец умирает, он оставляет юриспруденцию и начинает изучать греческий язык, классические древности. И тут встречается с человеком, его звали Вольмар, который, в принципе, помогает ему в обучении. А тот был реформатор, да, тот был, исповедовал реформаторские идеи. И это на Кальвина очень сильно повлияло. Он на Кальвина очень сильно повлиял. Лютер, конечно же, отличается от Кальвина. Я процитирую просто, что Кальвин говорит о своем обращении. Он говорит, что когда он читал Слово Божие, и, внимание, цитата, И тогда я понял, пишет Кальвин, в какой бездне заблуждений, в какой глубокой тени погрязла до тех пор моя душа. И тогда, о Божие, я сделал то, что было моим долгом. Со страхом и слезами, проклиная свою прежнюю жизнь, направился по своему пути. Как бы Кальвин описывает свое обращение как моментальное, да, как рождение свыше, вроде бы. Слава Богу. Хорошо, с этого момента, не являясь еще священником, он начинает ходить в группу протестантов в Париже и начинает писать свои некоторые работы. Первая его работа, так как он изучал философию, любил философию, называлась «О христианской философии». О христианской философии. Где, в принципе, он говорит о лютеровской теологии, об оправдании веры и так далее. В это время во Франции верующим быть опасно, реформаторам быть опасно. Происходят серьезные гонения на протестантов. Шесть известных проповедников публично сожжены в городе. И Кальвину приходится бежать. И бежит он в Швейцарию. Бежит он в Швейцарию. Сначала он останавливается в небольшом швейцарском городке, где встречает также небольшую протестантскую общину. Служит там и пишет свой трактат, который называется «Наставление в христианской вере». Наставление в христианской вере. Он издается, становится популярным. Его читают и Кальвина начинают узнавать. «Наставление в христианской вере». Кальвина, если мы говорили о Томасе Мюнцере, что тот говорил о личных отношениях с Богом и презирал Библию, скажем так, относился к ней достаточно поверхностно, то Кальвина можно назвать основателем религии книги. То есть Библия для него была всем. Он даже не верил столько в сегодняшнее водительство Духом Божьим, сколько вот в Библию. И где-то это повлияло на то, что потом она стала на самом деле буквой закона в его жизни, к сожалению. Ничто не может быть помимо Библии, он говорит, и это правда, но также мы все-таки имеем и личные отношения с Богом. Аминь. Хорошо, и интересно, в это время реформация начинается всюду. И Женева, город, с которым потом связана жизнь Кальвина, не избегает, ну тоже реформации. В Женеве начинается реформация. Скорее, это трудно назвать реформацией. Скорее, это разгром старого, без того, чтобы начать что-то новое. И там был такой известный проповедник в Женеве. Гильом Фаррелл его звали. Гильом Фаррелл. Он возглавляет Женевскую реформацию, но вся реформация сводилась к следующему. Вот Кальвин говорит о Женевской реформации следующее. Когда я впервые увидел эту церковь, она представляла собой нечто бесформенное. Проповеди, и это было все. Разыскивали идолов, и их сжигали. И в этом заключалась вся реформация. Всюду господствовал хаос. И когда в Женеву прибывает Кальвин случайно, об этом узнает Гильом, да, этот Фаррелл, и предлагает ему остаться в Женеве, чтобы помогать реформировать церковь. И он соглашается. Первое, что сделал Кальвин, он составил катахизис. Обязательный для изучения всеми членами общины. Что такое катахизис? Это тоже исповедание веры, определенные правила, да. И потом составляет также евангелическое исповедание. Евангелическое исповедание. Создает городской совет. Городской совет должен был следить за всеми моментами жизни города. Город разбивают на части, и за городом начинают как бы наблюдать. В совет входят только богобоязненные люди, которых очень хорошо знают. И вводят некоторые правила, которые должны были, по мнению Кальвина, возродить мораль в Женеве. Какие это правила? Допустим, азартных игроков стали выставлять к позорному столбу с картами, которые привязывали к шее. Женщин, являвшихся в церковь с завитыми волосами, подвергали несколько дней тюремному заключению, что считалось грехом. Вон, брат согласен, вроде машет головой. Запрещалось всякая роскошь в костюмах, публичные увеселения шумные, танцы, употребление непреставленных выражений, когда богом клялись божба. Естественно, уничтожили все, что принадлежало к культу католическому. Иконы четки все это уничтожалось. Интересно, что во времена Кальвина, потом мы будем говорить о втором его приходе к власти, мы сейчас поговорим, что он был свергнут на какое-то время, в его время грехом считалось громкий смех, посещение театра, занятие спортом даже, лыжи, санки, все это считалось грехом, как бы вот внешнее освещение. Нечего ерундой заниматься, надо богу молиться. Во время его проповеди, а проповеди у него были чисто, он все-таки был такой человек философ, богослов, и проповеди его были рассчитаны не на простую публику, а в основном собиралась простая публика. И вот представьте, по два часа человек проповедует, бу-бу-бу-бу-бу-бу, и люди засыпают. И в церкви были ашеры, да, ну такие, у которых были длинные палки, и на конце палки было намотано что-то вроде такой боксерской перчатки. А когда они видели засыпающего человека, они так брали через ряды эту длинную палку, так в голову ему тук, он такой просыпался, слушай, 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 о чем проповедует. Я бы, наверное, в этой церкви, в этом городе тоже бы сидел, почему я громко люблю смеяться. Да? Хорошо. Слава Богу. Интересно, что народ был недоволен, многие католики были изгнаны из города, народ был недоволен, они называли это тиранией проповедников, и в конце концов разогнали этот городской совет, и из города изгнали и Калвина, и Фаррелла. И Калвин спокойно это воспринял, он сказал следующее, если бы мы служили людям, то были бы плохо вознаграждены, но мы служили Бога, и награда наша не уйдет от нас. В это время из Швейцарии он отправляется в Страсбург, где был лектором в протестантской академии, проповедовал во французской церкви святого Николая в протестантской также. А вот. Что происходит в это время в Женеве? А, он женится там в Страсбурге, это был такой брак по расчету, но со своей женой они были всю жизнь счастливы, все было нормально. В это время в Женеве происходит обратный итог, поднимают голову католики, город приходит в страшнейший упадок, на улицах города небезопасно вообще находиться, короче, город приходит еще в больше упадок, чем был до Жанна Кальвина. И видя, ну, вот это вот безобразие, городские власти решают, что же делать. Лучше давайте позовем Кальвина обратно. Уж, ладно, из двух зол будем выбирать меньшее, да, как бы, как им тогда показалось. И они пишут ему письмо, просят приехать, но он медлит с приездом, не соглашается, а потом говорит, ну, ладно, у меня есть условия, короче, я буду говорить, как все делать. Вы согласны? Я буду управлять по сути городом. Они говорят, ну, ладно, хорошо. В 1541 году он возвращается в Женеву, и его возвращение, как триумфальное шествие, его встречают с хлебом, солью там, все вышли на улицы и так далее. И он начинает реформировать церковь изнутри. Первая роль в церкви начинает принадлежать пасторам. Он писал, проповедники – это слуги Божьего слова, они должны учить, увещевать народ, раздавать причастие и вместе со старейшинами налагать церковные наказания. Конечно же, каждый проповедник подвергался определенному испытанию в общине, и когда он удовлетворял общину, его выбирали. Он начал еще более резкие реформы, то, что касалось морали, чем до этого. Вообще, Жанне Кальвине говорят, что он человек был такой бесчувственный достаточно, жесткий очень, даже в каких-то местах жестокий. Он к искусству абсолютно никакого не питал интереса, природа его не интересовала, то есть его ничего не интересовало, кроме четкого богословия. И, конечно же, такой высокий уровень морали, как он себе представлял. И мы видим, до того, как он обратился, он уже был таким типа моральным человеком, больше по закону, наверное. И вот эта, наверное, склонность к закону и вызывала вот эту определенную жестокость. Он вводит новые меры. Например, были правонарушения или грехи, за которые вводилась смертная казнь теперь, с этого момента. Смертная казнь полагалась богохульнику, сыну, который ударил отца, и тем, кто нарушали супружескую верность, кто изменял. И еще было несколько моментов, за что полагалась, представьте себе, смертная казнь. Интересно. Сквернословие, игра в карты, каралась тюремным наказанием. В первые четыре года, когда он правил, вынесли 58 смертных приговоров. 76 человек выгнали из города. Есть где-то у меня еще цифры. За первые несколько месяцев его правления 34 человека погибло от пыток, но так и не признав свою вину. Представьте. То есть, ничем не лучше инквизиции. Причем он хотел видеть в Женеве идеальный протестантский город, моральный такой протестантский город. Поэтому он расписал все правила жизни для женевцев. Он написал, допустим, он написал, какую одежду они должны носить. Там было несколько видов одежды. Он разработал даже покров одежды и материал, там несколько видов материала, из которой должна была шиться одежда. Цвет был синий там, темно-зеленый, серый такие, достаточно темный. Если у женщины на шляпе были бантики, она могла загреметь в тюрьму. То есть, одежда должна быть достаточно скромной. Он даже написал расписание, чтобы не было греха обжорства, написал расписание блюд, которые должны были, несколько меню, которые должны были готовиться. Серьезно, представьте себе. На будние дни и на праздники. На праздники это было чуть больше. То есть, на самом деле, это, конечно, друзья, это страшное дело. Я, конечно, Бога люблю, но в такой церкви бы, наверное, я не смог. Женевцы смирились с том, что он сделал из них показательный город, такой показательный народ. Уже несли это бремя молча, тяжело. Уже он обладал такой властью, что захотели бы выгнать, не выгнали бы его. И так далее. Конечно, он был очень известным человеком благодаря своей теологии. У него дома стояли мешки книг. Ой, книг, прошу прощения, мешки писем, которые проходили со всей Европы. Знаете, как сегодня есть служение? Я прекрасно понимаю этих служителей. Служение у них во всем мире. Им пишут письма. И я понимаю, что не они читают эти письма, потому что невозможно вообще. А аппарат там пишет, ставит примерно одинаковое, ставит подпись, которая есть в электронном варианте, отправляют с книжечкой. Я понимаю, невозможно просто написать. Но он был другой. Он отвечал на все эти письма. То есть он мог по 5 часов в день сидеть и отвечать на эти письма. Представьтесь. Не было аппаратов. Не было аппаратов, да. Наверное, поэтому точно. Слава Богу. И старался отвечать каждому. Также, конечно, он занимался, как и многие реформаторы, занимался образованием. Огромный упор делал на образование. Школы, институты и так далее. Конечно, уровень Женевы в его время в этом смысле возрос. Слава Богу. К себе он, так же, как к другим, при строгие очень требования предъявлял, так же он предъявлял к себе. Он работал на износ. Он себя просто изнурял. И поэтому в 40 лет, когда ему было 40 лет, он уже выглядел таким старым человеком. Представьте себе. Ну, ты посмотришь и подумаешь, что это старик. На ногах перенес лихорадку. Это, конечно, ухудшило его здоровье. Но, болея лихорадкой, продолжал читать лекции, продолжал проповедовать, продолжал вести свою работу. И во время одного из выступлений таких у него вдруг кровь пошла горлом. И как бы это уже было началом конца. Последние месяцы он лежал, не вставал. Они прошли в ужасных страданиях, но он даже старался не показывать вид, что страдает. То есть он такой стоик был, да, в этом смысле. Уже не мог писать, диктовал своим ученикам, они записывали за ним. И умер в 1564 году. В 1564 году. В 1564 году умер. Слава Богу. Хорошо, идем дальше. И тоже поговорим, отметим все-таки одного человека, известного также в реформации. Его звали Джон Нокс. Джон Нокс. Напишите. Джон Нокс. Основатель Пресвитерианской церкви в Шотландии. Основатель Пресвитерианской церкви в Шотландии. Его называют некоронованной главой шотландских протестантов. Основатель Пресвитерианской церкви в Шотландии. Основатель Пресвитерианской церкви в Шотландии. Записали? Родился в 1505 году. Он король протестантов, короче, в Шотландии, не коронованный, так его называют. 1505 год родился в бедном семействе в Шотландии, но тем не менее семья отправила его учиться, и он получал в нескольких университетах образование. Один из них Глазго, университет в Глазго. Самое интересное, что в его жизни есть исключения. Есть определенный канонический возраст, когда рукополагаются священники. Его рукоположили до этого возраста, как бы до вот такого священнического совершеннолетия. Он был исключением, потому что был посвященным человеком, хорошо учился и понравился, рукоположили. Но не очень долго он был священником. Церковь в Шотландии в это время имела огромную политическую и экономическую силу. Больше половины всех земель Шотландии принадлежала священникам и монастырям. Конечно же, они были и в парламенте, конечно же, они управляли и политической страной. Духовенство Шотландии в то время, конечно, распущенностью отличалось, падением нравов, испорченностью абсолютной. И они не стыдились, брали и своих незаконорожденных детей, назначали на какие-то посты, рукополагали в священство, пировали, охотились и все. В то время в Шотландии начинается реформация также. Туда проникают первые реформационные идеи. Конечно же, реформаторы подвергаются арестам и казням даже. Нескольких человек также сжигают публично, чтобы все успокоилось. И обращение Джона Нокса происходит именно в ту пору. В 1530 году, 1530 год, он убеждается в правильности протестантского учения. Но до какого-то времени он был человеком достаточно серым. То есть он не был лидером, он не был известным. И когда начинаются гонения, он бежит из Шотландии на юг Шотландии. И там есть одна протестантская семья богатая, Дуглас. И он устраивается к ним как домашний учитель. Он учит их детей, занимается образованием детей и так далее. Живет вместе с ними. Интересно, что через время, через время, группа протестантов собирается там у Дуглас. Начинают проводить богослужения. Об этом становится известно католикам. И этот дом окружают католические войска. Дом-крепость был. Они защищаются долгое время, находятся в осаде. Конечно же, приходит определенное уныние, потому что силы не равны. И они узнают, что Джон Нокс когда-то был священником. И знают, что он хороший учитель, просто как светский учитель. А он вообще на себя не смотрел, как на лидера какого-то. Он там был среди них. И все. И один из них сказал, разве один из нас, а именно Джон Нокс, не имеет дарования и сердца проповедника? Почему он не исполняет свой долг? И это его как бы перепугало. Им нужно было вдохновение в то время. И Джон Нокс уходит, ночь проводит в молитвах. И как бы соглашается, расценивает это как свое призвание. Проповедует им, проводит богослужения там во время осады. Но в конце концов этот дом был взят, замок был взят. Многих сослали. И Джона Нокса также сослали на галеры на французские. И он несколько лет проработал, не помню точно сколько, проработал на галерах, как проработал. Как один из рабов. Вместе с бандитами, с преступниками греб на галерах. И был случай такой, когда один офицер католический, французский, заставлял протестантов, которые там на галерах гребли, икони поклоняться Богоматери и целовать ее. И тогда Джон Нокс не потерял вот этой вот стойкости. В нем как в раз произошла определенная перемена. И когда ему предложили ее поцеловать, он сказал, матерь Божья, говорите вы? Нет, вовсе не матерь Божья. Это кусок раскрашенного дерева, приспособленный лучше для того, чтобы плавать на нем, чем для поклонения. И бросил эту икону в воду. Это говорит о том, что к тому времени у Джона Нокса сформировались не только протестантские убеждения, но и твердый характер и уверенность в своем призвании. Мы делаем перерыв, возвращаемся, закончим с Джоном Ноксом, пойдем дальше.